ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ Привет, девчонки! Повеселимся? Повеселимся, с вас бутылка! А, с вас закуска или бабы? Ара, дайте мне мою долю, я пойду! Куда ты собрался? Всё, уезжай с армянской бабушкой! Ха, откуда у тебя армянская бабушка? Ну-ну-ну, это только родители не выбирают! Слушай, если ты настоящий армянин, докажи! Да, вот, например, какой у тебя любимый цвет? Оранжевый! Оранжевый! Бахим! Ара-магеддон! Ну... Ну, а песня? Ара-магеддон! Ребят, мы про деньги забыли! Ага, деньги! Деньги или приз? В очередной раз спросил Якубович! Деньги! Задумываясь, ответили девочки с Тверской! Правильно! Да я не в этом смысле! Ребят, нам нужно деньги собрать! Быстренько! Отбирайте их можно по-разному! Сенсация! Впервые в сочинском цирке! Годзилла! Попробуй! Постойте мне! Попробуй! О, извините! Попробуй! О, извините! О, извините! О! Он сломан! Да ладно, и китайцы, и японцы. Какая разница. Японцы, те же китайцы, только продвинутые. Вау. Ребята, ребята, самые продвинутые — это новые русские. Зря вы мне новые русские очень нравятся. Если нравится, так тебе тут делай так. Если нравится, так тебе тут делай так. Если нравится тебе, иди и делай там один, и не показывай, пожалуйста, другим. Кстати, ребят, эти новые русские — не такое уж и новое явление. Об этом свидетельствуют многие слова в русском языке. Например, чисто описая типа «гразвия» и «опозиция». А давайте о чём-нибудь хорошем, а? А у нас хорошие новости от Петти. Кока-кола кончилась. А я тоже рекламу знаю. Не надо. Не надо. Кто прекрасней всех на свете? Я в трусах и на мопеде. А-а-а-а. Здравствуйте. Ребят, я не понимаю, как можно об этом говорить, когда вокруг море, солнце, девочки. Ой, вон девочки красивые, а вон стройные. А вон длинноногие. А вон обаятельные. Так какую вам? Да. Где ж нам такую взять, чтоб всем четверым подошла? Иду, иду. Марина, Марина, вот смотрим на тебя и радуемся. Ничуть не меняется, а? Вот, наверное, тяжело женщине красоту сохранить. Настоящая женщина должна красоту не сохранить, а приумножить. А вот когда была маленькая. Ой, на чего? Марина, мы тут посовещались. В общем, тебе нужен творческий псевдоник. А у меня есть Рафаэлла. Почему? Ну, потому что я такая нежная, легкая. Это ты нежная и легкая? Да. В душе нежная и легкая. А сверху это, так, слой кокосовой стружки. Ох! Так, ну что деньги собрали? Пошли. Эй, подождите. А что мы спонсору скажем? А, спонсору? Спонсору, записывай. Было 10 тысяч долларов. Значит, дорога, проживание, суточные, тысячи долларов. Выбросили в море, чтоб вернуться, 9 тысяч долларов. О, дождите вы, это... Это нечестно. Молодец, малыш. Каждый КВН-щик должен быть честным. Ну, так... В общем, пиши. Выбросили в море, чтоб вернуться, 8 тысяч 999 долларов. О! Ну, пацаны, а теперь вы верю! Говорят, возвращаться уже нет. Но на свете есть множество пример. Если бросим монету мы с тобой, Скоро в Сочи вернёмся вновь зимой. В праздничный чёрный год, Зай повезёт. Соль на сливовый рак, Вносит и гад. Если скажут, не бей, Бей, жажди своей. В общем, будь там с тобой, И с нами бой. Хей! 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 Ну вот, мои дома. Значит так, с женам про кабак ни слова. Чуть что были в театре. И смотрели это что? Где-то у меня даже программка была. Вот. Итого. С разбитым зеркалом 560-20. Пардон, эта программка не с этого бенефиса куда-то. Да ладно, скажем, что смотрели сказку. А сюжет придумаем сами. Ну, посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. И пришли ее тянуть. Ну, решили поменяться. Мышка за репку. Дедка за мышку. Тянут потянут. И порвали мышку. Такие сказки можно увидеть только в гостях у сказок. С Сергеем Доренко. Здравствуйте. Вчера Филя подал на меня в суд за то, что я обозвал его собакой. Ну что ж, я принимаю этот вызов. А от себя добавлю, что Хрюша просто свинья. Всего вам доброго. Да ты что? Я вот недавно был в Монголии, так там свинья священное животное. На, Саша, Украина. Ничего святого. Да ладно, я тут подумал. Скажу лучше, что были не в театре, а на концерте Иванушкин. Нэшенал. И сложилось такое впечатление, что эти Иванушки постоянно забывают тем. С чего ты взял? Показываю. Поверь, мне тоже очень жаль. А, 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 что все закончилось так скоро. А я зато, мужики, да, своей жене вместо пояса целомудрия, да, поставил автомобильный центральный ключ и сигнализацию. И сейчас свободно так и в командировочку. Ага, и пока ты там в командировочке, по ночам каждые два часа. Ага. Не, Валяка, да только ради бога не обижайся. Просто даже вот у меня с женой самой свадьбы было взаимопонимание. Помню, Кальве это часть моего преданного. Кальве кто это? Ну, ладно, пошли скорее в спальню. В спальню куда это? У нас же сегодня первая брачная ночь. Ночь? Что это? До чего реклама человека довела, а? Клинические исследования нашим институтом жевательной резинки Дирол показали, что кроме клинических исследований нашим институтом жевательной резинки Дирол, наш институт ни черта не делает. Не, я жвачки не ем, я вообще пиво пиво. Ты мало вообще про пиво что-нибудь знаешь? Круговорот пиво в природе. Значит, рассказывай, если с утра пиво, значит вечером пьяный. Ну, а если вечером пьяный, так с утра пиво. Да ладно, нам уже пора домой. Да. Стоп, а контрольный тест. Эй, давай. Я приду домой, иду домой. На закате днях, на закате днях, Обниму жену, на бою коня, на бою коня. Старший лейтенант, мальчик молодой, мальчик молодой. Все хотят потанцевать, танцевать со мной. Все хотят потанцевать, танцевать со мной. Пошли. Эх, говори вы мне, мама, не играй в колын над тобой, Себя смеяться буду. Хорошо бы. О, сам взял. Внимание, интеллектуальная игра, что, где, когда. Все-таки это недостаточная интеллектуальная игра. О чем женить будем? Может, о супружеской неверности, а? Нет, лучше о супружеской верности, это веселее. О, я тут в Сочи с девчонкой познакомился. Ну. Она пришла ко мне в номер. Ну. Кошла на конфеты. Ну. Пивали, ну. Ну и. Ну и наглые же, а. Вот она, загадка русской души. Далеко, далеко на лугу пасутся ковры. Ковры. Нет, не ковры. Правильно, не ковры. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Позелитесь, а я на вас сейчас милицию вызову. А что милиция? Я слышал, они даже полезны. Ага. Как волки. Ну, они санитары города. Ловят бандитов. Правда, не все. Угу. Как волки. Только слаб и больных. Ребят, а может, еще возьмем и споем, а? Ага. Ну, по 50 грамм можно. Ну, если еще возьмем, спеть не сможем. Да ты понимаешь, на каком мы сейчас поприще? Для нас КВН сейчас не просто игра, а? А идрище. Для нас не просто костюмы, а рубище. Да ты где слов-то таких набрался? В училище. Человек, это мы. Пусти передачевать. Так, ну по времени мы укладываемся. Сейчас пять минут отдохнем, и потом с выходом, с музыкой, и по танцовочкам. Лех, две места займи. Так, ну по времени мы укладываемся. Да и потом с выходом, с музыкой, и по танцовочкам. Мы приехали в Сочи, Сочи, Сочи. Здесь нам хорошо, очень-очень-очень. Начинаем мы танцы, танцы, танцы. Не мешают нам. Крики, крики, крики. Мы приехали в Сочи, Сочи, Сочи. Здесь нам хорошо, очень-очень-очень. Подходит линейка. Страх твой солнечный город Сочи. Выдержать паузу аплодисменты в зале. Вас приветствует команда КВН «Новые армяне» город Караганда. Давай дальше, плохая шутка. Вы только посмотрите, сколько в этом зале красивых девушек смотрят в зал. Да и какая девушка не считает себя красивой? Смотрят в девятый ряд, в семнадцатое место. Пауза, восьмой ряд оборачивается. Ребята, а почему фестивали проводят в городе Сочи? В зале все молчат, пораженные оригинальностью вопроса. А где проводить фестивали? Где, где? Зал напрягся в ожидании великой шутки в других городах. Зал возмущен незнанием тонкостей русского языка, лицами кавказской национальности. Да уж, да уж, правильно говорят, много будешь ждать, скоро состаришься. Все лукаво смотрят на вечно молодого ведущего КВН. Маскигов тоже улыбается, как будто в первый раз в жизни слышит эту шутку. Бодро, бодро фионерским голосом. А теперь чудо фестиваля. Президент Российской Федерации Борис Ельцин. Зал подтягивается к выходу. Выходит Ельцин. Добрый вечер, дорогие КВНщики. Голосом Бориса Николаевича Ельцин. У выхода начинается давка. Поздравляю с 10-м юбилейным фестивалем КВН. Продолжает голосом Ельцина. В зале начинается паника. Эй, зрители, куда вы? Ну, вернуйте. Куда вы, что вы? Вы что, вы подадите? Да, хватит. Больше не буду по блашке выступать. Надоело говорить шутки, которые только Маскигову нравятся. Правильно. И надоело шутить про Ельцина. Давайте про Назарбаева будем шутить. Давай, давай. О, Назарбаев, понимаем. Назарбаев, шутка. Ну, вот что это за шутка, а? Если читать муму под музыку Селентеон, плакать хочется в три раза больше. Кто это написал? Господи, зачем ты, Господи? Извиняюсь. Господи, зачем ты, Господи, сделал меня КВНщиком? Чем я хуже шахтеров? И чем КВНщики на рельсы? Пока не выполните наши требования, мы со сцены не уйдем. Назарбаев, что первое требование, это чтобы вы внимательно выслушали наше второе требование. Итак, мы требуем, чтобы КВНщикам доверяли не только КВН, но и серьезные передачи. Мы можем делать серьезные передачи. Джентльмены, шоу ведь сделали, и другие сделают. Я требую, чтобы в КВН не было разенства полов. Почему женские команды имеют право показывать свои ноги, а мы не имеем такого права? Правильно, я требую, чтобы мои ноги показали БОРТ. Ну или хотя бы по ТВ-6. Дорогу молодым КВНщикам! Долой КВНщикам, которые старше Маслякова! Долой! Я требую, чтобы поставили памятник всем выдающимся КВНщикам! Сколько их было? Давайте вспомним Сережу Митрофанова! А кто это Сережка Митрофанов? Вот я и говорю, давайте поднадужимся, вспомним, кто это такой, этот Сережа Митрофанова! Почему не проводится чемпионат мира по КВНу? Что, мы хуже спортсменов, что ли? Да уж, не спорю, волейболисты, волевые ребята! Хоккеисты, хоккей ребята! Да, но ведь есть и гандболисты, а? Гандболисты ведь тоже есть! И, наконец, мое последнее требование! Я требую, чтобы КВНщиков знали по именам! Вот я три года уже играю в КВН, но никто не знает меня, как зовут! А как тебя зовут? Игорь! В честь деда назвали? Нет, в честь 20-х Олимпийских Игорь! Я требую, чтобы лидером коммунистической партии России стала Эдита Пьеха! Почему? Ну, во-первых, она красивее Зюганова, а во-вторых, она Ленина Митева! Тогда я предлагаю ввести новый закон! Отныне все ночные бабочки должны платить налог с прибыли! Тогда мужики к ним чаще будут ходить! Почему? Никто не поможет России, кроме нас самих! И мое, наконец, последнее требование! КВН кавказизируется, отменит все кавказские команды! Нет, но я думаю, что кавказских команд мало! Если к вам отменит кавказские команды, отменит кавказские команды! Отменит кавказские команды! Ага, делал, делал! И сейчас хост, что? И сейчас хоргагали тейссанки! Ага, делал! Это Хаэр! Харковский Армянский институт! Инга Запорожье! Наша чихта! Инга Хурск! Ябгар Асерпичан! И сейчас Агарказь! Инга, да! А, закругляемся Спасибо тебе, Сочи Спасибо, фестиваль До свидания, наш х-фестиваль До свидания, наш х-фестиваль Десятый До свидания, наш десятый фестиваль До свидания, зрители До свидания, Александр Васильевич Но знаете, пока вы не выполните все наши требования, мы со сцены никогда не уйдем. Так что, Александр Васильевич, пожалуйста, никогда не выполняйте наши требования. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ